Вам знакома такая ситуация? Вы сели порисовать, при исполненной желаниями сделать что-то очень-очень крутое, рисуете один час, два, три, четыре, и постепенно теряете и мотивацию, и желание, и ваш процесс превращается в скучное, унылое говно. На следующий день или через несколько дней вы пытаетесь открыть рисунок, но уже не хотите его доделывать, потому что видите, что доделывать нужно очень-очень много, вам лень. Hello, motherfucker! То самое удовольствие от рисования вы получаете не всегда, ну и вообще как-то все не клеится. Это очень распространенная штука среди художников, и сегодня я вам немножечко помогу. Всем панк-рок, дамы и господа, с вами Сиджи Спик, всем здравствуйте, всем привет. И сегодня мы разберем, как нарисовать абсолютно любую вещь или персонажа в несколько раз быстрее, или проще говоря, как сэкономить время на скучных этапах рисунка. Погнали! Как я уже говорил в одном из прошлых выпусков, на самом деле секрет состоит в том, что в рисовании у всех есть любимые процессы и так называемые любимые зоны рисования. А некоторые этапы от рисовки мы не любим, ненавидим и часто на них забиваем. Так, например, если ты любишь рисовать персонажей, ты любишь рисовать лицо, любишь прорисовывать ему детализацию, какие-то элементы, украшения или просто какие-то детали. Но, тем не менее, ты, например, не любишь рисовать драпировку. И для тебя огромная сложность нарисовать костюм твоему персонажу. Лицо ты нарисовал, а костюм нарисовать не можешь. Или же наоборот, в самом начале тебе нужно поставить персонажа в правдоподобную позу, и чтобы не накосячить по анатомии. Но тебе это сделать трудно, и ты поскорее хочешь перейти к рисованию лица. И из-за этого ты застреваешь на каком-то этапе так называемой скучной отрисовки. Ты возюкаешь, 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 ничего не получается. Сейчас я тебе подскажу, как этого избежать в деталях. Первый совет часто приходит от художников по окружению, но он годится и для рисования персонажей. Это партиклирование. Что же это такое? Представь себе, что ты нарисовал уже несколько картин, несколько рисунков, которые ты опубликовал или опубликовал на ArtStation, там в Инстаграме, неважно где. А теперь задумайся, как быстро ты удалишь исходники этих работ? Или же, проще говоря, как быстро ты забудешь про все этапы отрисовки этой работы? Многие художники, как только заканчивают работу, сразу забивают на все, что они уже сделали. И не используют даже свои собственные отрисованные детали какой-то готовой работы. В чем суть партиклирования? Партиклирование — это правильное разбивание работы на составляющие. Многие художники по окружению, особенно которые работают в индустрии и которым нужно экономить время, у них есть так называемые заготовки. Но заготовки не просто какие-то болванки, которые вставляются или имплантируются в какую-то работу. А по аналогии, например, не знаю, с двигателем машины, у них есть не набор двигателей, а набор различных деталей под разные двигатели. Чтобы было более понятно, я тебе сейчас это покажу. Например, у всех у нас есть какие-то разные разнообразные кисточки для рисования окружения. Допустим, я возьму кусты. Есть куча разных кисточек или шейпов, неважно, для изображения листвы, веток, там, цветов и всего прочего. Так вот, принцип партиклирования состоит в том, чтобы изначально задать какую-то простую форму, допустим, из шариков, и заранее разбить в ней цвет. То есть ты уже знаешь, какое у тебя освещение на картинке, какой у тебя свет, цвет тени и так далее. И вместо того, чтобы прорисовывать вот эти кустики, прорисовывать там веточки, детали, ты просто обозначаешь их простыми формами. Допустим, мы сейчас возьмем шарики. Сделали? Отлично. После чего эти вот шарики, которые у нас уже разбиты по формам и по массам, мы просто заменим, дорисовывая им нашими текстурными кистями или же шейпами, какие-то детали. И детали, как ты знаешь по правилам, будут разбросаны. Чем дальше, тем меньше деталей, чем ближе, тем больше деталей. Принцип партиклирования не просто позволяет тебе экономить тонну времени, а он также заранее показывает тебе, как будут выглядеть те или иные объекты в том или ином освещении и с тем и иным цветом. Этим способом пользуется огромное количество художников, которые рисуют окружение. Но как же это применить, например, в рисовании персонажа или лица? Все достаточно просто. Один мой знакомый концепт-художник, например, отрисовывает заранее большое количество прядей волос разного цвета. В разных направлениях, с разной перспективой, с разным типом освещения. После чего, когда он, например, рисует персонажа, он может примерить к нему вот эти вот части парика и собрать из них нечто удобоваримое. И это весьма хорошо работает. В общем, попробуй, с тебя не убудет, переходим ко второму пункту. Я уже много раз об этом говорил, поэтому на втором пункте долго останавливаться не буду. Это, конечно же, шейпинг. Причем шейпинг есть как и бездумный, так и осмысленный. В чем суть осмысленного шейпинга? Если тебя не прет рисовать вот прям сегодня, и ты хочешь просто что-то поковырять, чем-то позаниматься интересным, то ты можешь поделать себе шейпов. Причем не просто бери их с фотографии или еще откуда-то, а порисовать их самому. Какие-то детали окружения, какие-то детали героев, там доспехи, к примеру, какие-то детали декора и так далее. Чем больше твоя библиотека шейпов, а особенно если ты сам их сделал, тем лучше. Потому что они сэкономят тебе огромное количество времени. Также очень хорошо шейпинг работает вместе с 3D-плейном. Я уже рассказывал об этом в одном из видео. Если ты можешь сделать несколько удобоваримых шейпов и поставить их на разные планы в неком 3D-пространстве, это поможет тебе сделать твою композицию круче, поможет понять, как она будет выглядеть более привлекательно для зрителя, а также если ты заранее решишь вот эти вот вопросы, там плановость, композиция и так далее, заранее, до того, как начнешь их отрисовывать. Это сэкономит тебе тонну времени. И, по сути, вот эту вот приятную зону возюканье и рендера твоей картинки сделает дольше, и тебе будет самому приятнее. Погнали дальше. Устал от того, что в интернете огромное количество курсов и не знаешь, что делать? Профессия художник компьютерной графики. Один год обучения. Ты изучишь Photoshop, Photobash, 3D и CGI. Первые полгода ты обучаешься бесплатно. Оплата идет только с шестого месяца. Домашние задания на курсе — это задания от реальных компаний. Если ты сомневаешься, получи бесплатный доступ к курсу на 3 дня и реши, нужно тебе это или нет. Гарантия трудоустройства после прохождения обучения. А также от CGSpeak скидка 40% на обучение по нашей ссылочке в описании. Приятного тебе обучения! Некоторые художники используют принцип конструктора. Заранее скажу, что этот принцип годится только для скучных деталей в рисунке или же для повторяющихся объектов. Могу привести в пример, что многие концепт-художники, когда рисуют персонажей, какие-то детали их костюмов, копируют с других своих же работ. Или же у них есть заранее библиотека уже отрисованных ими деталей. Этими деталями могут быть пуговицы, пряжки от ремней, какие-то ленточки, какие-то куски кожи. То есть, проще говоря, те элементы, которые не нужно отрисовывать заново и которые не являются главным в работе. Но при этом, которые можно использовать заранее, и при этом это сэкономит тебе огромное количество времени, которое ты можешь потратить, там, не знаю, с лицом, руками, качеством рендера других элементов и так далее. Такие конструкторы есть у большого количества художников. У одного моего знакомого, например, целая коллекция вот такой вот брони. Там в коллекции всякие ножны для оружия, рукоятки, мечей, какие-то украшения. И когда ему уже нужно причесать работу после того, как в ней все отрисовано и добавить деталей, он просто заходит в этот конструктор и смотрит, что будет лучше смотреться на персонажа. Это очень просто, не требует большого количества времени и улучшает работу за считанные секунды. Четвертый наш пункт — это живые палитры или персональные мудборды. Вот скажи мне, пожалуйста, как часто бывает такое, что перед тем, как ты садишься рисовать свою персональную работу, подчеркиваю персональную, не для работы, если ты уже в индустрии. Ты серчишь разные мудборды. А если ты вообще не знаешь, что такое мудборд, садись, пожалуйста, и я тебе сейчас все расскажу. Дело в том, что у каждой картины есть настроение и своя особая атмосфера. Это могут быть радужные планы с ярким солнышком, зайчиками и пони на облаках. Это могут быть мрачные подвалы инквизиции с освещением от факелов, кровью на полу и мхом на стенах. Проще говоря, мудборд — это настроение твоей картинки. И рисуя любую свою даже персональную работу, ты должен или должна понимать, что же ты хочешь передать этой работой. Проще говоря, какие ощущения от этой работы будут у зрителя. Так вот, собирать персональные мудборды или, проще говоря, референсы для атмосферы твоей работы очень полезно. Во-первых, потому что любой из таких референсов можно сделать палитрой. Даже тупо применив на нем эффект пикселизации, можно получить некие базовые тона, которые можно нанести на свою работу. Ну а также это будет очень полезным для понимания того, какое ощущение ты хочешь вызвать у зрителя. Поэтому персональные мудборды и заготовки рулят. Ну и, конечно, пятым пунктом существует притчевый языцах. Это 3D-замена. Но я сейчас буду говорить не о китбашах и отрисовке окружения. Нет-нет-нет, я буду говорить о частичной 3D-замене объектов на твоем рисунке. Откровенно говоря, я знаю людей, которые, например, не умеют рисовать кисти рук. При этом хорошо рисуют лица, хорошо рисуют одежду, но вот кисти рук у них никак не получаются. Естественно, это не отменяет того, что нужно постоянно практиковаться и совершенствоваться. Но если уже очень хочется сделать эту работу, то, например, такую небольшую деталь, как кисти рук, можно вставить из 3D. Если ты вставляешь небольшой объект, типа, не знаю, замка на задний фон, или же вещи, которые полностью поломают твою композицию, а небольшую маленькую вещь, которую легко подогнать по перспективе, сделать ее частью персонажа или частью окружения, то это может на определенном этапе спасти твою работу. Я знаю больше сотни работ, где были использованы такие небольшие 3D-болванки для различных элементов. Часто их используют для оружия, чтобы сделать правильную перспективу, для тех же кистей рук, каких-то небольших элементов окружения, например, там всякие камушки, деревья и вот это вот все прочее. И это помогает сэкономить огромное количество времени в любой иллюстрации. В конце концов, попробуй, от тебя не убудет. Если ты думаешь, что ты сможешь сейчас, в 21 веке, стать крутым художником, абсолютно не зная ни одного 3D-пакета, то ты ошибаешься. Многие профессиональные художники, которые уже сейчас рисуют офигительно, изучают 3D, а еще большая половина его уже знает. Поэтому, пожалуйста, не сиди на жопе ровно, обучайся, совершенствуйся, и ты обязательно будешь очень-очень крутым. Или крутой. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя.